Кто, если не мы? Дети, внуки, да просто неравнодушные граждане можем оградить старшее поколение от мошеннических действий. Сторонники партии «Единая Россия» помогают пенсионерам не стать жертвой охотников за легкими деньгами уже не первый год. В этот раз на семинар прибыли не только одинцовцы, но и кураторы программы со всей Московской области. Удачно стартовав в нашем районе, акция получила поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне. Нашлись люди, которые первыми осознали всю важность и значимость этой программы. Это в первую очередь глава Одинцовского района Андрей Иванов, это руководитель местных сторонников «Единой России» Дмитриева Надежда. На областном уровне нас поддержали сопредседатели регионального координационного совета сторонников. Это Максим Сураев, Вадим Очередниченко. На уровне федеральном это Сергей Боярский, депутат Государственной Думы. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни получал тревожный звонок с просьбой срочно передать деньги. Замена счетчиков воды, продажа чудодейственного крема от всех болезней. С каждым годом злоумышленники находят все новые способы обмана граждан. Пожилые люди зачастую не успевают адаптироваться к быстро изменяющейся реальности, становясь легкой добычей для преступников. На той стороне провода представились «Я экстрасенс. Сейчас почувствовал резкое ухудшение вашего здоровья. За небольшую плату готов помочь вам решить ваши проблемы». Естественно, испугалась, опешила, вспомнила о горячей линии и позвонила нам. В результате мы связались с полицией. Сейчас уже оформлено заявление и ведется работа по этому вопросу. Сторонники партии «Единая Россия» на конкретных примерах объяснили, как распознать мошенников и защитить себя и свою семью от противоправных действий. Всем присутствующим были выданы памятки с четкими советами и инструкциями. По телефону представители никаких служб, никакого банка, даже того, в котором выпущена ваша банковская карта, не могут у вас спросить данные этой карты. Не могут спросить ваши личные данные. Никогда. Несмотря на проведенную внушительную работу, на достигнутом останавливаться не планируют. По словам Ирины Гайворонской, в ближайшее время будет создан единый всероссийский информационный ресурс с описанием мошеннических схем, а также советами и комментариями юристов. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.